Я приветствую всех зрителей телеканала РБК Новосибирск. В эфире программа «Смысл есть» – проект, где за приготовлением еды мы ведем осмысленные диалоги о бизнесе и о культуре. И сегодня у нас в гостях прославленный скрипач Михаил Симонян. Михаил, рада приветствовать. Добрый день. Но помимо того, что Михаил, вы скрипач, у вас еще очень богатый послужной список, скажем так. Дирижер, председатель попечительского совета Новосибирской консерватории, президент фонда культурных и образовательных программ «Открытое море», заместитель председателя комитета по культуре, благотворительности и меценатству при Российском Союзе промышленников и предпринимателей. И все это я. Все правильно я сказала, да? Добрый день. Михаил, очень хочется с вами поговорить сегодня и о культуре, и о бизнесе. Но самое главное, мы приготовим какое-то очень интересное блюдо. Какое? Ну, во-первых, сегодня такая, я очень люблю слово премьера. Сегодня премьера в плане того, что я впервые участвую в кулинарном шоу. Поэтому сегодня такой небольшой дебют, эксклюзив. Долго думал, что сегодня приготовить. Но сейчас, наверное, такой период должен быть отпусков. Поэтому всем напомним о азиатских странах. Я очень часто был в Азии, практически везде. В том числе и в Индии, и в Пакистане, и в Афганистане, где меня только не носило. Я очень люблю азиатскую кухню, поэтому мы сегодня приготовим индейку. Но на самом деле к этому блюду подходит абсолютно любой белок, и рыба, и баранина, и говядина, и все, что хочешь. Это будет такой в соусе карри, и кокосовом молоке, с тофу, с овощами, и, в общем, с рисом. В общем, будет вкусно. Итак, Михаил, что же нам понадобится? У нас сегодня в нашем рационе, в принципе, такая здоровая пища. У нас сегодня индейка. Но к этому блюду подходит абсолютно любой белок, и рыба, и говядина, и баранина. Все, что хотите. Можно даже это делать овощным блюдом, будет очень вкусно. У нас сегодня также имбирь, чеснок, лук, специи карри. Хотя можно делать и такой карри-пейст, соевый соус, тофу, чили, лайм, кокосовое молоко, морковка. Отлично, с чего нужно начинать готовить? Ну, изначально нам нужно порезать индейку. Давайте мясо я доверю вам. Ну, вы, как мужчина, будете его там разделывать, резать. Оторвусь на нем. Давайте, оторвитесь. А я начну задавать вопросы. Начинаем разделывать мясо. Мясо мы промыли хорошенечко. Да, мясо мы промыли. И начали говорить о ситуации в сфере культуры в нашей стране. Ну, она, конечно, находится в таком, на данный момент в критичном состоянии, потому что у деятелей культуры нет понимания, что будет дальше. Естественно, это и затрагивает и финансовую сторону вопроса экономического, потому что, конечно, бюджетные организации на сегодняшний день имеют возможность оплачивать заработные платы. Но некоторые артисты, которые самозанятые, скажем так, они надеются на гонорары, но на сегодняшний день концертов нет. Поэтому здесь нужно тоже как-то подумать, какие меры поддержки должны быть для артистов и актеров, и артистов. Но в целом, я думаю, мы сейчас, вся страна находится в ожидании, что будет дальше. Но надеюсь, что все это придет к какому-то финальному, к успешному финалу. Да, все надеются на лучшее, но тем не менее нужно как-то, наверное, детальнее анализировать происходящее событие. Вот что в Новосибирске можно отметить? Вот вы все видели уже новый подсветок оперного театра. Всем понравилось очень. Я думаю, в любом случае, каждый кризис, он и дает какие-то возможности. Я уверен, что новосибирские коллективы подготовят сейчас новую программу, новые премьеры будут в новом году. Много будет всего интересного. Я даже вот посмотрел афишу филармонии на следующей зоне. Супер вообще. Мясо мы режем достаточно мелкими кусочками, насколько я понимаю. Мясо мы порезали. Мелкими, ну не очень мелкими, средними такими кусочками. Что нужно делать дальше? Дальше мы его сейчас будем обжаривать, а вот вам, Юля, я дам такую ответственную работу порезать и почистить лук и чеснок. Мне редко вообще ответственную работу на этой кухне доверяют. Но хорошо. Значит, лук и чеснок, да? Да, лук и чеснок. Нам нужно одна. Один чеснок и один лук. Одна головка чеснока? Одна головка. Одна головка чеснока. Так, а я пока займусь мясом. Самое интересное то, что сейчас наши коллеги за рубежом, они выходят уже даже прям с такими законодательными инициативами, как должен выглядеть концертный зал после пандемии, сколько раз его нужно дезинфицировать, как должен выглядеть симфонический оркестр. Даже сказали, что должна быть социальная дистанция полтора метра. То есть, понимаешь, симфонический оркестр, сто человек, нету таких залов даже. Но посмотрим, что это будет. Я надеюсь, что все мы про это забудем, как страшный сон. А как Новосибирская консерватория планирует менять свой жизненный уклад в связи с происходящими событиями? Ну, Новосибирская консерватория, это все-таки является учреждением, где учредители являются Федеральное министерство культуры. И, конечно, здесь в первую очередь нужно дождаться никаких рекомендаций, что скажет Федеральное министерство культуры. Но на сегодняшний день я знаю, что очень много предметов и много уроков переведены на, так сказать, модное слово, на удаленку. Конечно, это не так просто, потому что в сфере культуры и образования в интернете не всегда можно передать качество звука правильно или донести свою мысль для преподавателя может быть сложнее, чем когда ты лично общаешься. Но я думаю, в любом случае, и я в этом вижу перспективу, потому что уже много десятков лет вся эта система не менялась. И, конечно, нужно привыкать уже к каким-то современным реалиям. Но, Михаил, невозможно же научить человека играть на музыкальном инструменте дистанционно. Почему нет? А вдруг возможно? У меня прям навернулись слезы. Но это не из-за разговора про систему образования дистанционную. Это из-за лука. Все-таки вы расчувствовались немного, да? Я расчувствовалась из-за того, что он невероятно едкий. А знаете секрет? Нужно, я вам покажу. Вот смотрите. Я крупно сильно, да? Берете, берете вот так вот, открываете и под холодную воду лук. И тогда вы не будете плакать. А, да? Да, вот смотрите. Слезы сейчас уйдут. Так, ну ладно, окей. Слезы сейчас уйдут. Чувствуешь уже такой азиатский запах? Да, да, конечно, чувствую. Все. Сюда же тофу будем добавлять? Да, конечно. Вот как я говорил, вообще это блюдо может быть абсолютно овощным. Например, с тофу. Без мяса? Да, запросто. Итак, у нас первый этап добавления специй. Сначала в овощи. Берем половину ложечки, чтобы они пропитали карри. Вообще карри, конечно, специя уникальная. Да. Практически во всех блюдах. Никакое блюдо она не испортит точно. Это да. Юля, а вы готовите дома? Если честно, мне хватает этого счастья на работе. Поэтому дома у меня кухня есть, но не для этих целей. Для красоты. А вы играете дома на скрипке? Крайне редко. Ну вот, мы друг друга понимаем. Хотя ваши соседи, наверное, были бы рады, если бы вы играли каждый день. У меня есть одна очень интересная история в моей молодости, связанная с моими соседями. Значит, я когда жил в Нью-Йорке, у меня соседи были пакистанцы. Пакистанцы, которые явно не испытывали любви к классической музыке. И вдруг я, значит, начал готовиться к одному концерту. Произведение такой замечательного композитора нашего Софии Губайдулиной. У меня есть скрипичный концерт. И, ну, музыка очень интересная, но для неподготовленного слушателя, наверное, она может показаться тяжеловатой. Ну и для пакистанских эмигрантов концерт Софии Губайдулиной в 11 часов вечера, ну, не сильно заходил. И каждый раз, когда я начинал заниматься, они начинали просто ломать практически стену. Ну и тут я, они такие прям патриоты-патриоты, у них флаги везде Пакистана висели и так далее. И я, перед тем, как начать еще раз заниматься, я в интернете скачал ноты гимна Пакистана. И решил провести эксперимент, потому что слышимость была очень хорошая. Я начал играть концерт Губайдулиной, и, как всегда, начали стучать в дверь, как вдруг я настроился. И, как дал им гимн Пакистана, такая тишина, минут 10. И он стук в дверь, они пришли всей семьей познакомиться, принесли мне какие-то там пирожные. И с тех пор мы были большие друзья. Начинаем класть наше тофу. Заходит тофу. Так. Теперь идет индейка с этим же соком, который у нас есть. Ну, Юля, перемешивайте. Самая ответственная миссия мне. Самая сложная. Прям перемешивать-перемешивать? Сейчас, подожди, мы только добавим специи. Так, здесь уже можно побольше чуть-чуть. Мы с вами забыли про перец чили. Сейчас мы его тоже добавим. Можно перемешать? Юля, а вам нравится острая еда? Я могу точно вам сказать, что операторы наши ненавидят острую еду. Ненавидят. Когда они видят перец чили. Но это не чили. Вот поэтому это и не чили. Но мы хотели сказать, что это чили. Он же похож. Друзья, вы добавляете перец чили. Но так как вся наша съемочная группа перец чили не любит, мы решили заменить его сладким перцем. Вы решили. И мы думали, что Михаил не заметит, но провести его не удалось. Да. Вы нас простите. Да. Просто я, видите, хотела, чтобы ребята насладились вкусом приготовленного блюда. Они прям, вот знаете, это чили не могут есть. А я вот, кстати, без острого практически не могу. Я даже с собой всегда ввожу в такой маленькой металлической баночке индийский чили сушеный. Реально? Да. Ой, но он очень острый. Он нереально острый. Так. Теперь нам нужно немножко соли. Ответственный момент. Сейчас будет соус. Мы добавляем кокосовое молоко. Ну, поехали. Премьерная проба? Премьерная проба. Ну, попробуйте соус. Как вам? О-о-о! Ну, как? Я готова прям выпить из сковороды. Слушайте, ну, это правда очень вкусно. Сейчас загустеет чуть-чуть. Спасибо. И будет то, что надо. Потрясающе. Завершается приготовление нашего мяса с овощами. Давайте перейдем к нашей постоянной рубрике сервировки стола. Мы начинаем нашу постоянную рубрику о том, как правильно и стильно декорировать стол. И я приветствую основателя салона хом-декор Анну Еременко. Анна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Сегодня мы в таком интересном месте. Мы решили прийти сюда в салон для того, чтобы, ну, как-то сменить обстановку. О чем мы сегодня будем нашим телезрителям рассказывать? Я хочу сегодня рассказать об очень интересной теме. Это о теме бокалов. И я думаю, что в процессе разговора мы сможем с вами подобрать 4 основных бокала для того, чтобы как можно интереснее изысканней проводить вечера дома. С чего начнем? Меня в последнее время заинтересовал вопрос, почему иногда мы говорим слово «бокал», а иногда говорим «фужер». Бокалы – это, в принципе, все, что касаемо чаши для вина, для воды, мы называем бокалы. А вот уже бокал под игристое вино мы называем фужером. Существуют разные бокалы, испокон веков разделяют виноделы разные бокалы под красное вино, под белое вино, под розовое вино. А в последнее время они стали использовать и разные бокалы под разные сорта винограда. Это становится еще интереснее. Это целая уже игра для того, чтобы интересно раскрыть вкус вина, почувствовать какие-то фруктовые нотки, ягодные нотки, терпкость, увидеть цвет. Есть такой классический бокал, он называется «флейт», «флют», «флюте» на французский, «элад», то есть по-разному его называют. Это бокал под игристое вино и под шампанское. Вы знаете, есть такая особенность, хорошие бокалы надо всегда посмотреть, у производителя там будет вот такая рисочка внизу на самом дне. Вот здесь вот мы уже изучали этот вопрос. Если закрыть особенно... Не видно. Да. Это надо быть профессионалом, то мы увидим, и там точечку такую. Для чего она? Я вижу. Видите, да? Это для того, чтобы пузыречки, чтобы выходили вот этой тоненькой-тоненькой струйкой. Интересно. Есть ещё интересный бокал, вот этот бокал, он идёт конкретно для просека. Просека – это отдельный вид игристых вин, и под него даже придумали отдельный бокал. Как правило, бокал для красного вина используется с очень большой чашей, наверняка вы замечали, и порой бывает, что эта чаша доходит до литра. Вино мы наливаем на самом практически дне бокала, для того, чтобы оно у нас взаимодействовало с кислородом, чтобы мы могли насладиться цветом. Остановимся вот на таком, на белом вине ещё. Это, видите, сразу, что чаша меньше сама по себе. Почему? Потому что белые вина мы пьём охлаждёнными. И, соответственно, наливаем мы их охлаждёнными, и меньше чаши. Здесь мы наливаем уже не на донышки. Друзья, самое время расставить наши бокалы. Как же они должны правильно стоять? По ножу ставим первым бокал под воду. Видно, да? Следом идёт бокал, который вы хотите предложить гостям. Какое вино, смотря, вы хотите предложить гостям, мы можем использовать, например, вот этот бокал под красное вино. Допустимо даже ставить сразу два бокала, допустим, здесь можно поставить, или можете поставить и под белое вино. Мы стараемся всегда ставить их на разном расстоянии друг от друга, то есть в линеечку. Но можем и, проще сказать, кучкой, да? Большой бокал, он не должен перегораживать, как бы, да, доступ к маленьким. Да, то есть если мы вот так поставим, видите, ну, нам будет как-то... Неудобно. Неудобно видно. Мы можем определиться с бокалом под шампанское. Как мы его будем использовать? Если у нас уже заявлено, например, на ужине, что будет шампанское, мы должны только понять, что это будет, дежестив или аперитив. Что это означает? То есть мы будем это подавать до обеда или ужина, или после. Соответственно, тогда шампанское, оно может стоять перед, это если, ну, до, да, и наоборот, где-то здесь, то есть сзади, если это после ужина добавляется. Благодарю за эту встречу. Спасибо. И встретимся в следующем выпуске программы «Смысл есть». Обязательно. Мясо с овощами и соусом готово? Да. Ждем рис. И, ну, не смешать, но нам нужно его как-то очень красиво так засервировать. Ага. И оформить. Так. Лайм. И нам еще нужно зелень немножко. Угу. Так. Это вам. Спасибо. Вы очень галантный гость. Развидный человек из сферы культуры. Да. Посетил нашу студию. Ну, если нет, то ничего под руками. Я думаю, вот это мы еще туда же добавим. Благодарю. Так симпатичнее, кстати, получается. Михаил, хотелось поговорить, знаете, еще о чем? Так. О социальной ответственности бизнеса. Угу. Я знаю, мы снимали сами неоднократно материалы, когда вы встречались с представителями бизнеса, обсуждали, как бизнес может помочь, например, каким-то проектам из сферы культуры, как он может поддержать начинающих музыкантов. Вот что сейчас происходит с меценатством? Что сейчас с социально ответственным бизнесом? Ведь сейчас бизнесу нужно выжить. И ему явно, наверное, не до благотворительности. Ну, благотворительность, она была всегда во многие времена. И она помогала действительно культуре. Конечно, я всегда в этом повторяю, то, что в каждом регионе, в каждом городе есть свои меценаты. Но, действительно, если мы говорим о поддержке, именно такой глобальной поддержке в сфере культуры, она, конечно, сфокусирована в крупных центрах, такие как, естественно, столица и северная столица. Потому что там, ну, так называемые культурные институции, такие как Большой театр, Мариинский театр, все другие драматические театры. Но это не говорит о том, что в том же Новосибирске уровень хуже, а может быть и даже гораздо лучше. Просто здесь это, ну, нету работающей системы. И вот мы переформатировали сейчас попечительский совет в консерватории. Я думаю, что когда все это пройдет, ближе к сентябрю, к октябрю мы сделаем новое такое заседание. И уже там будут люди, которые действительно будут социально активны в помощи молодым музыкантов. Потому что я помню, даже вот свои молодые годы в Новосибирске, если бы не помощь бизнеса, то, конечно, не было бы возможности и выехать на фестивали, на конкурсы. Потому что для молодых музыкантов это очень важно. Показать себя. Ну, опять же, возвращаясь к современным реальным, может быть, это все будет уже упрощено. Потому что все будут больше использовать формат онлайна. Меньше будут тратить время на какие-то перелеты, поездки. Но надеюсь, что мы все-таки вспомним, что такое живые концерты. Приз готов? Ура! Мясо с овощами тоже готово. Осталось сделать красивую сервировку. И я задам последний финальный вопрос. Поехали. Как вам, Михаил, сегодня работалось с нами? Слушайте, гениально. Вот на самом деле гениально. Я очень рад, что я сюда к вам пришел. Во-первых, огромное спасибо вам за приглашение. И я прям вошел во вкус. Мне кажется, я вас скоро подвину с этой передачи. Итак, в принципе, вот смотри, все, что нужно для организма, здесь все есть. И овощи, и белок. И соус карри. И соус карри. Как говорят на душе, здесь коры соус. Так. Зелень. Вот так. Красиво получается. И немножко лайма. Ну что, в принципе, вот. Михаил. Когда мы договорились обсуждать сегодня вопросы культуры, бизнеса, меценатства, все это в период нашей пандемии, я подумала, что все это не имеет смысла, это все будет очень сложно. Я ошиблась. Потому что смысл есть всегда. Смысл есть. Смысл есть. Приятного аппетита. Приятного аппетита. ПОЕСНЯ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok